О ситуации на рынке недвижимости продолжим говорить с экспертом. К нам из Алматы на прямую связь выходит Нурлан Аллыбаев, директор риелторской группы. Добрый вечер, Нурлан. Слышите меня хорошо? Добрый вечер. Нурлан, можно ли сказать, что рынок недвижимости в Казахстане сейчас, скажем так, находится в состоянии застоя? Вот уже несколько месяцев практически цены на квартиры и дома существенно не меняются. Это хорошая тенденция? Я считаю, что это хорошая тенденция, потому что мы все прекрасно знаем, что сейчас происходит у нас в мире со сложной геополитикой и то, что происходит турбулентность в экономической среде. Да, стабильность это классно, это здорово, потому что все эту стабильность в наше время ищут. Но как таково понятие стабильности, вы знаете, это ведь иллюзия. Стабильность как процесс это либо деградация, либо развитие. То в нашем случае это однозначно развитие, потому что государством предпринято ряд мер по субсидированию первичного жилья, по открытию новых ипотечных программ, которые так или иначе стимулируют этот рынок. Для населения нашей страны это безусловно плюс, потому что среднестатистический гражданин этой страны вправе рассчитывать на определенные свои активы и по своему желанию уже распределять, приобретая жилье по своему бюджету. Ну смотрите, стоимость, например, строительных материалов выросла не сильно, ну выросла немного, да, с ГСМ тоже все в порядке, опять же на валютном рынке, ну без каких-то так серьезных потрясений. Из чего все-таки складывается цена квадратного метра жилья? Торгуя недвижимостью более 10 лет, могу сказать одно, что квадратный метр нужно его разделять. Если мы говорим о первичном жилье, то там имеются определенные классы. Если сказать класс премиального, то туда может входить даже составляющая маркетинговая, поэтому оно и образуется на образовании этого квадратного метра. Если мы говорим о социально-экономическом жилье, то опять вышеописанные вами параметры, эти маркеры, они безусловно влияют на стоимость квадратного метра. Если же мы говорим о вторичном жилье, то дефицит жилого фонда, например, либо приток населения определяет стоимость квадратного метра. Это экономика, это рынок, это нормально. Ну смотрите, мнения экспертов разделились, одни ждут, говорят, значительного роста цен на жилье, другие оценивают ситуацию на рынке как стабильную. Они считают, что если цены на квартиры вот сейчас без всяких предпосылок начнут расти, это и есть искусственный ажиотаж. Он возможен? Да, конечно, он возможен, потому что рынок – это интерес определенных лиц, круг, игроков на этом рынке. У нас был хороший пример, когда произошли искусственные ажиотажи, связанные с валютными операциями, и государство предприняло меры в этой части, то есть урегулировало область этих отношений. Также и на рынке жилья, возможно, какие-то созданные предпосылки, либо бум какой-то информации по, скажем так, уже искусственному ажиотажу, который подталкивает, по сути, ну скажем, среднестатистического покупателя или продавца к определенным действиям. Поэтому ажиотаж, да, конечно, он, безусловно, возможен. И даже на сегодняшний день наблюдаются определенные признаки вот этого, скажем так, спекулятивного даже ажиотажа. Но я хотел бы добавить, что я являюсь директором агентства недвижимости, и я конкретно торгую недвижимостью. Я риэлтор, я не эксперт, и я могу констатировать, что при наличии вот этого ажиотажа, да, цен предложений, когда люди хотят большего, реальные сделки происходят на тех калибрах, да, которые предусмотрены, скажем так, с учетом инфляции, да, то есть если идет даже недозначительное дорожение, то она в пределах вот этого порога. Ну то есть, ну чтобы так вот закончить и успокоить, что каких-то сейчас предпосылок для скачка цен нет. В общем, все останется пока стабильно. Да, мы все на это надеемся, потому что в условиях турбулентности, я повторяюсь, да, все ищут стабильность. Я повторюсь, что государством предпринято ряд мер по стабилизации рынка жилья, вводятся новые ипотечные программы. Единственное, что даже можно ожидать новых продуктов, еще более дешевых по ипотеке, чтобы это было более доступно для населения. Возможно, цены будут идти даже вниз, да? Для того, чтобы они могли решать свои жилищные вопросы. Я вас благодарю за беседу. Вниз однозначно идти не будут, на сегодняшний день мы находимся именно на том пороге. Да, спасибо. Вот это вы, конечно, зря сказали, я уже понадеялась. Хорошо, спасибо вам большое за беседу. С нами был Нурлан Алубаев, директор риэлторской группы.